Продолжение следует... Вы должны увидеть вот тот вот забор, который идет сбоку. Этот забор, чтобы вы понимали, граница республики Сан-Марино, которая находится совсем недалеко от Римени. То есть, да, вот эта вот сеточка, это граница Сан-Марино. И там сейчас, если вы видите справа, все, вернее, слева, все, что вы видите, это, собственно говоря, и есть республика Сан-Марино. Мы сейчас попробуем подняться вот туда наверх, или не попробуем, наверное, туда наверх не пускают. Наверх не пускают ничего. Да должно быть как-то дорого, но там вот есть фуникулер. Будем подниматься наверх в Сан-Марино? Не надо. А я пока осваиваю езду на новом Мерседесе ЦЛК. К сожалению, при всех его преимуществах и тому подобное, у него есть один недостаток. Какой недостаток? Что телефон некуда слушать? Нет. Телефон это наше все. Его недостаток состоит в том, что он, как это по-русски, на ручной коробке передач. Поэтому, если я вдруг заглохну или еще чего-то, знайте. О, видите, въезд в Сан-Марино, смотри. У кого-то с гербом прямо. А на каком базаре? Кто? На итальянском. Вот здесь, что ли? И сейчас мы поворачиваем Леворуч. Сан-Марино, 8 километров. История республики Сан-Марино весьма и весьма специфична. Сама республика Сан-Марино появилась когда? Когда римляне пересекали, как он там называется? Нет. Рубикон? Нет. Чуть ранее, чуть позже. На самом деле, Сан-Марино названа в честь святого по имени Марину. Представляешь? Мужика звали Марину. И он в 300 году нашей эры открыл здесь вот ту вот небольшую келью, которая сейчас видна там наверху. Эта келья наверху и стала сначала обители, потом монастыря, а потом и республики. И считается, что именно республика Сан-Марино является самой старой, самой такой прогрессивной республикой в мире. Представляешь? В мире. То есть они уже там в 600 году нашей эры приняли всякие конституции, выбрали себе глав в виде, каждый полгода назначаются два офицера, или как они там, капитана, который исполняют функции, как это по-русски? Главаря. Главаря, да. Президента и премьер-министра. За ними следит что-то типа парламента, который выбирается из глав семейств, так называемых. Все старые средства. Стать гражданином республики Сан-Марино нельзя. Можно только родиться или для девушек выйти замуж. Ну, а вот тут дороги, я правда пока не увидел хороших дорог, потому что это итальянские дороги. Итальянцы, кстати, не очень любят суверенитет Сан-Марино. Почему? Потому что это их земля. Нет, не потому что их земля, а потому что... Слушай, а тут стоит знак тупика. А, это в ту сторону тупика. Потому что Сан-Марино часто занималась провокациями. И пользуясь ситуацией с экстерриториальностью, они, например, все, кто там воевал с Римом, с Италией, с папами, пропускали к себе. И не выдавали преступников потом никому. Вот, например, такой вот вариант. Как тебе? Кто потом... Потом они хотели сделать из себя что-то типа Монако. Типа Монако? В смысле? В смысле? Открыть казино и так далее, не платить пошлин и тому подобное. Но этим очень сильно воспрепятствовала Италия. И они даже объявили блокаду Сан-Марино. Ну вот, вот мы въезжаем в республику... А, знаешь, как полное название? Сан-Марино, Сентро Сторико, Эммонте, Титано, Паратуриману, Уланита. Нет. Кстати, обратите внимание, какой вид. Посмотри на вид. Видите ли вид? Да. Смотри, какое море и красивое. Римени вам видно и тому подобное. Римени вам понравилось. Нет. Она называется Светлейшая Республика Сан-Марино. Да, да, точно. Светлослав, это твой первый раз в Сан-Марино. И дороги стали сразу лучше. Жарко и никого на улицах нет. Жарко, да. Жарко очень. Плюс 32 градуса. У нас что-то кондишен фигово работает. Его, наверное, надо чистить. Подумал я. Надо его быстрее снять. Ты не сделаешь быстрее. Ну, сделай. Все. Ну, все. Видишь, да. Тоти сильнее. Сильнее не стал тут. Ну, такое, да. То есть обыкновенные итальянские домики, обыкновенные итальянские дороги. Сейчас прямо перед вами будет гора, наверху которой, собственно говоря, и находятся. Вон, Кельи, вот этот знаменитый замок Сан-Марино. И я так и не понял, поднимемся мы туда или не поднимемся, судя по карте. По-моему, не поднимемся. По-моему, туда можно подняться только с использованием фуникулера. То есть на саму гору. Причем, самое интересное, что если посмотреть историю Сан-Марино, у них тут такие локальные войны. Мы там пошли к соседям, отжали еще одно село. Пошли к соседям, отжали еще одно село. Упс, забыл переключить. Отжали еще одно село. Всего в Сан-Марино 9 регионов, при том, что площадь страны всего 60 квадратных километров. Это самая маленькая страна в Европе, если не считать Ватикана. Но Ватикан обладает, опять же, специфической вещью. Это 60 квадратных километров. Всего живет 32 тысячи человек. Да, вон он, Сан-Марино. Католика Сан-Марино. Ты думаешь, нас пустят? Мне кажется, если есть здорово, то надо... Что-то мне подсказывает. Средки, нам уже повернули. ... ... ... ... Прогрессия из круглого круглого поверните по-пешим выезд. Да, так на чем мы остановились? Одним из основных доходов Сан-Марина является, правильно, туризм. Его посещает примерно, примерно 5 миллионов туристов в год. Представляете, 5 миллионов туристов в год прутся сюда наверх. По жаре. Это столько, сколько не заезжает в Киев. Вот такого не заезжает. Какая-то не появляя скульптура. О, Марсик наш. Нет, ты знаешь, мы таки поедем наверх. Смотри. Мы таки молодцы. Нам такие, да. Главное не забывать переключать передачи. Зараз выверните проборочек. О, 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 о. Да, я так сейчас быстро научусь работать. Мне кажется, что это открыток. Блин, сейчас я поломаю себе тибет. Да, ну выключи кондишен. С кондишеном что-то у нас не так. Наверное, надо поменять. Так, как я вот это выручу? Как-то вот так. Нет, это радио. Ты просил, покажу. Нет, это не, ага, выключено. Хорошо сразу встало. И вот, собственно говоря, город Сан-Марино. Класс. Посмотрите вокруг. Мы на высоте 900 метров над уровнем моря. Мне кажется, они не могут посреди убить. Почему не могут? Могут. Камера-то снимает все. Сараз, стой сюда. Мои три. Утрывайте себе проборку. Фу, собаку какую. Бедная собака. Хорошо, что она еще не черная. Паркинг. Через 500 метров повернить левую ручку. Ну что, любуетесь? Ну, в общем, непонятно, каким образом живет страна, да? Девять регионов, девять так называемых замков. Зараз поверните левую ручку, а потом тримайтеся правую ручку. На чем они тут зарабатывают? У них же никакого производства. Вообще ничего нет. Зараз тримайтеся правую ручку, а потом поверните правую ручку. Не знаю, на чем они зарабатывают, но на чем-то они, я так понимаю, все-таки активно зарабатывают. А валюта у них есть своя? Нет, здесь евро ходит. Зараз поверните правую ручку, а потом на перегрессии и с кругом ручком поверните у других выезд. А была раньше? Да, были какие-то свои валютные махинации. Я смотрю, мы не туда немного заедем, так что давай-ка мы прогуляемся чуть-чуть. Тем более, что ты говоришь, что тут прохладно. Да, 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 Святослава. Не, прохладно, когда ветер подул. Вообще очень жарко. На перегрессии и с круговым ручком поверните у других выезд. Вон, вон. Прекрасно. Мы все еще забираем. Это лошадь, ставшая на дыбы. Мы все еще забираемся наверх. Со страшной силой. Через 250 метров на перегрессии и с круговым ручком поверните у других выезд. Тут у нас метровые площадки с высотами. С круговым ручком поверните у других выезд. Высота-то какая! Вы просто себе не представляете, как тут высоко и прикольно. Смотри, какие особняки. Ну, вообще, действительно, непонятно, как здесь живут люди. Или здесь хотя бы школа есть? Конечно, есть. И преподавание на итальянском языке, то есть итальянский язык здесь является основным языком. И университет есть. Ну, университет не уверен. Зараз поверните про воруч, а будем поверните про воруч. А въезд запрещен лимитаду. И что будем делать? Ну, такой же? Ну, похоже, Мерс. И мы практически на месте. Да, взять штурмом такой городок. Практически нереально. Это смотри, какой бомб скидывать. Ну, если бомбу, то да. Бомбой, то все понятно. Я не будем гулять. Не, мы прогуляемся. Раз мы сюда заехали, Святик, то мы прогуляемся. Я не знаю, чего ты не хочешь. Вот объясни. Ну, жарко, и я нагулялся уже за сегодня. Ты находился. Находился, да. Ну, никак не нагулялся. Ну, вот смотри, если не будет... Тем более, что раз уж приехал, хоть когда-нибудь видео надо снять. Ну, а мы ищем. Ну, тут какой-то мудак встал. Ну, мест нет. Ладно, мы выключимся. А смотрите дальше. Поехали. Вот, поехали. Мы уже в Сан-Марина. Пришли. Сейчас входим, заходим в центральную часть. Вот тут, кстати, есть инструкция. А где мы? Где мы? Где мы? Ты знаешь, где мы? Непонятно где. Мы не до хрена такую инструкцию, если не пока... А, вот мы. Вот ты хотел это. Мы сейчас чик-чик дошли сюда и все. Это не до хрена. Это совсем чуть-чуть. Святослав Игоревич очень не хочет идти песочком прогуливаться. Непонятно. Кстати, номера бы у нас сошли за Сан-Марино. Представляешь? Мы бы могли запросто проехаться с такими вот номерами. Смотри, там даже можно подняться на башенку и спуститься вниз. Красиво хотя бы. Старый город. Да, в... Как его там? Сан-Марино находится на вершине горного хребта, не комплекса, да, который называется Монто Титано. Где поворот? Вот прямо, все время прямо пошли. И так, Монто Титано. Вот так вот будет красивее. Ой, смотри, вон. Еще и древнегреческие какие-то вещи. Так вон, смотри, подъем на гору. Где? В лестнице. Ты хочешь лезть на гору, так? Так быстрее. Так нам туда, нам в другую часть гор этого самого. А вон мальчик. Ты вон как тот мальчик напуганный. Что боже, что боже. Куда ты тропишься? Жарко, мне жарко. Жарко, иди в тенек. Вон, смотри, какие красивые изваяния. 700 и 1772 года. Посмотри, какая красота вокруг. Посмотри, какие люди мечтают приехать. Что здесь такого? Посмотреть вот так вот? Да, вот так вот посмотреть, полюбоваться. Зайти в эту аптеку. Эта ж аптека построена по образу и подобию аптеки, которая была в бриллиантовой руке. Посмотреть на вот эту старую кирпичную кладку. Ты ты гонишь. Ты ж торопился. Полюбоваться домами. Плюнуть на крышу соседу. Смотри. Тоже какие-то монастырские части, да? И пойти дальше. Она же не отскочит в тебя, если ты гонишься на эту черепицу. Ты имеешь в виду? Такая на самом деле разогретая она, не думаю. Тут, кстати, же еще и магазины дешевые, ну, безналоговые. И мы вот сейчас вот, смотри, чик-чик-чик и пришли. 300 метров. Если ты понесешь камеру немного, ровно, ну, куда ты ее пускаешь? Да. Поворачивай ее плавно. Вот смотри, часы, оружие. Хочешь, купим тебе автомат? Серьезно, 20 евриков. Не хочешь? Да давай. А, вот так. Только ты сначала дойдешь туда, а потом мы зайдем в магазин. Договорились? Договорились. Все, договорились. А ты кушать еще не хочешь? Кушать я не... В принципе, хочу. Ну, давай не здесь. А где же? Я не знаю, где. Ресторана Титано. Вот они, улочки старого города. Ну, все, мы прямо, 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 и мы на месте. Перспектива, как вы видите, туннель Дейла Паура. Вот в туннель, например, мы можем и не пойти. Хочешь, не пойдем в туннель. Хочешь, пойдем. Смотри, вон. Ситизен, Касио. Это это. Про Трек. Вот они, старые улочки. А, это как, если уроки выкидывали мусор из окна не купил. Да, да, да. Поэтому есть такая наклонная эта, чтобы дерьмо все стекало вниз, 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 вниз. И потом попадало в ресторан. Ну да, это ж... О, слушай, русское. Да, венгерский, слава богу, что они русское. Не, мы не пьем ничего крепче пива немецкого. Вот как мы тяжело идем-то. А вот центральная площадь, я так понимаю, Сан-Марина. И автомобиль мэра припаркованный. Красиво, смотри как. Люди, люди, везде люди. Как оно? Что ты скажешь по этому поводу? На 60 квадратных... Пойдем. Сан-Марина. На 60 квадратных километрах Сан-Марина приходится, по-моему, 20 процентов сельскохозяйственных угодий. Представляешь? Это 12 квадратных километров. И они обеспечивают себя... Как это? Сельскохозяйственными... Да, вещами. Нет. Сельскохозяйственной продукцией. Смотри, сколько часов. Китайских, правда. Ресторанте. Диамонт бар. И где-то вот здесь мы дойдем до... Как его там? Смотри, тебе и тенек. Да, вот оно. Я так понимаю, базилики. Собственно говоря, Диво Марину. Все, мы сюда, закончили. Не, ну мы наверх и сверху плюнуть на море. На море. Иди, иди вон по Тиньку, давай, давай. Люди вон, видишь, фоткаются. Посмотри, какая древняя кладка. Эти монастыри, эти плиты были положены здесь еще... Когда? Как это? Давно. Да, в... Давно. В шестом, седьмом веке. Так это со своими номерами. Ты же понимаешь? А мы со своими словацкими перегоночными фиг заедем. И вот совсем чуть-чуть, лишь там, туда и наверх. Огоняй, если хочешь, иди быстрее. Да, такой замечательный. Что больше? Ничего. Вон, смотри, наверх, наверх. Вот когда нам. Казал Тон. Ты думаешь, папе легко? А вон, смотри, как люди живут. Выход прямо в садик. Построили себе мостик. Вон, пойди, окунись. Сегодня разведение водород. Не нужен вампири? Ликантропы? Ага. Вампиры против ликанов. Ликаны это оборотни. Вот она. Слушай, здесь так хорошо. Свежо. Что, может, хватит? Да вот же дошли уже. Вот оно. Вот оно. Вот оно, самая высокая точка. Смотри. Посмотри. Сколько солнечных батарей на домах. Да? Где? Где ты видишь? Да вон, садик. Ну, немного, но есть, да. А вон, посмотри, видишь? Одинокий небоскреб, торчащий вдалеке. Это в Риме. Да, это в Риме, это там мы недалеко жили. Представляешь, какой вид на Андриатику. Ну, и тут. А вон сама. Ну, я с тебя, видишь, ту крепость не тебя потянул? Слава Богу. Ну, мы можем сходить еще. Не надо. Нет? Все? Замучился? Да. Ну, что? Будем тогда прощаться. В общем, вы увидели Сан-Марина. Как там песня? Good bye, Америка, о, где я не буду никогда. Так и здесь. Good bye, Сан-Марина, о, где я не буду никогда больше. Светлана, вот ты подумай, ты когда-нибудь еще раз приедешь в Сан-Марина? Нет, я не хочу. Почему? Зачем он мне нужен? Как, ты выпил вина, а лучше пива, много, лег на террасе и плюешь вниз со скалы, бросаешь мусор и тому подобное, да? Ну, мне все равно надо приедешь. Ну, что, тогда, дорогие наши телерадио-видеослушатели, поворачивайся назад. С вами был я, Игорь Шестидко. Мы продолжаем путевые заметки из Европы, из Италии. Едем, напомню, из Римени в Братиславу через Венецию на новой машине. Поэтому еще тренируемся, как она хорошо или плохо едет. Сейчас аккуратненько скатимся вниз и смотрите, опять же, в описании видео, в аннотациях всплывающих видео, линки на другие путевые заметки из Италии, из Австрии, будет еще из Германии. Ну, сейчас неинтересно, может, не поедешь в Германию? Что? Что? Пока. Ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok